всем привет дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале с вами витарган 177 на обзоре у нас будет кран 200 у кран крас 260 данном да что ж такое то автором данного моду у нас является иван 96 трус описульку беру с сайта эстемос на принципе альтернативное описание в стиме да мод это в стиме если что тоже есть значит крас 260 может возить топливо ремонт бревна а также есть свои аддоны имеет 18 своих аддонов 10 дефолтных 5 видов колес свои звуки вид из кабины способен перевозить 2 4 6 8 очков бревен плюс свой груз на 8 очков ну принципе давайте посмотрим заведу наверное постоянно заблокированный дифференциал подключаемый полный привод вид из кабины анимация руля ребят отсутствует но в салончик очень приятно но в принципе до боли мне уже давно знакомый целом очень даже симпотинга вот но при включении двигателя загорается вообще все что можно давайте включим ночь светятся всевозможные туманки да габариты также сзади у нас сзади у нас присутствует габариты работают стопари работает задний ход свет работает без нареканий ближний свет включаем дать свет по принципу ночью не заблудишься но также был предупрежден что из недостатков как по автору да то что сразу же установлено запасное колесо то есть она не аддоном идет а сразу установлена ну конечно да хотелось бы чтобы она была аддоном ну как говорится вот по текстуру да про текстуру что я хотел бы сказать не очень красиво не очень красиво это сделано можете сами наблюдать то как она все вот это вот здесь выглядит да какая какие-то квадратики вот здесь там где выбили на как присутствует какие-то квадраты лучше бы это вообще было бы как-то все однородно и выбили на как-то ну примут видно что искусственно выбили на вот эти места то есть это как не коррозия да и на то что выцвела вроде как не особо похоже но лучше бы было бы вообще все это как-то однородно аля новый кразик вот но тем не менее появлялись мы с вами ребят на шоссейных колесах вот на таких достаточно принципе симпотники модель колес сделано очень даже неплохо диски выглядят вполне симпатично так по рессорам рессора такие ухы мадрид такие вот рессоры классные рессоры на самом деле и собственно говоря по клаксону от грузовика что в принципе радует а то всяко бывает давайте посмотрим что у нас здесь все-таки по аддонам значит бортовая платформа ну ладно поехали на локацию лесоповала проверим автомобиль на погрузку разгрузку и погрузку в режиме симулятор посмотрим что же это у нас здесь с вами выявится выявится либо заявится либо предъявится ну и что-то в этом духе но наверное еще присутствует какая-нибудь борта бортовой прицеп до чисто по дефолту давайте попробуем загрузиться вот загрузились при скидывании груза выпадает по 4 короткие бревна как там так и сям были машин так сильно проседает кстати говоря вот но не знаю прям такой щенка будет здесь не два очка там все 4 грузится что же будет когда на 8 очков мы здесь погрузимся так дальше гаражные части но это все ребят по дефолту сцепка для чего нам нужна с вами сцепка давайте мы проверим но есть кран мы к нему чуть позже прибегнем безусловно это мы с вами тоже еще проверим сервис так ага полуприцепы дефолтные ну дефолт проверять ребят не буду не вижу в этом никакого смысла вот крас сортиментовоз может перевозить значит а емкость цистерны 350 литров 200 ремонтных очков а что он там возит не написано кстати запаска под стать той на которых колесах мы сейчас находимся и собственно говоря колеса тоже по стать тем на которых мы сейчас с вами стоит а давайте мы с вами попробуем погрузиться значит грузится у нас аля что-то большое вот те самые вот тот самый свой груз на 8 очков но в принципе в принципе груз прикольный только не пойму что это такое то есть трубы не полы я не знаю это что это ракетная установка смерч 3 какая то что и такое чего трубы заглушили зачем заглушили я не знаю может быть так оно и должно быть но в целом груз сделал неплохо текстурки немножко правда как растянуты что ли ну а так в целом целом очень даже неплохой груз свой вот при скидывании данного груза выпадает три длинных бревна все как как говорится лучших домах лондона и парижа ладно снимаем мы с вами этот полуприцепчик что мы еще можем с вами приобрести емкость цистерна 4000 литров у такая вот цистерна ребят у нас здесь ставится цистерна на самом деле очень красиво и симпатичная без каких-либо нареканий работают всевозможные габаритики он засветится даже здесь топори светится вот задний ход горит только непонятно откуда здесь вроде как не предусмотрены белые лампочки откуда вообще свет начинает выпадать а ну типа там двухконтактная наверно лампа стоит и светит и красным и светит и белым но хотя изначально фонари здесь красный по идее белым светить не должно ну да ладно светит и светит светит и светит нам поехали дальше багажничек ребят устанавливается с лампочкой также так что какие-то еще фары ставится 50 ремонта багажник нам дает нет багажник не дает также ставится ребят у нас получается кенгурин кстати от урала виторгана помнится на таком стоят такой стоят 200 ремонта у нам дает но честно говоря так себе он здесь стоит так себе он здесь смотрится что-то знаете как-то мелковато вот здесь смотрится вот визор ставится визор окном а я выехал визор блин я чуть не то дать прочитал выхлоп передний да вот она у нас получается потом канистры у нас ставится сюдема потом что мадама у нас 200 ремонта дает прикиньте мадама нам дает 200 ремонта вот такая вот мадама тоже принципе ранее мне уже встречалась так кран у нас ставится то есть принципе можно будет грузиться так предполагаю автономно да вот с этим полуприцепом можно будет погрузиться автономно на лице повале ну прикольно да в принципе все прикольно все это очень хорошо но давайте наверное все таки сцепку мы с вами снимем посмотрим что какие еще у нас одно на ставится так ремонт по дефолту кран длинный роспуск а вот еще один кран так вот этот кран надо снять тогда а вот вот такая платформочка ставится прицеп у нас ставится ну и соответственно проверяем на погрузку 4 очка на раму и соответственно 4 очка я так предполагаю в прицеп да да 4 очка в прицеп 8 очков погрузки ребят 8 очков ну как по мне можно было груз немножко вперед сдвинуть что-то как-то вот тут прям вот она зазору прям глаза бросается вот а здесь как бы все вроде бы хорошо на раме до на раме вроде все прикольненько на раме висят баки то есть принципе оправдывая оправдывается функционал этой этой самой платформы вот но все это опять же прикольно да очень классно очень функционально опять же 8 очков да для любителей по маленькому пройти карту особо бы особенно будет актуально так давайте здесь вот какой-то краник у нас есть вот крас лес и собственно говоря крайне 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 который ставится сзади вот кран сюда можно поставить это у нас такая о нихрена себе а вот эта штука то она нам сколько чего дает то ё-моё 600 литров 250 ремонта обалдеть 2 очка перевозит ну понятно и вот такой прицепчик еще можно поставить смотрите да принципе прикольники достаточно такой прицепчик вот проверяем на погрузку загружается 2 очка седема загружается 2 очка седема это у нас такая так скажем свойская платформа так и иначе чтобы скинуть груз надо вообще машину заглушить скидываем груз 4 бревна тут 4 бревна там так очительно погрузиться не можем бревно куда-то улетела бревно улетела ну ладно чё теперь давайте опять заведем машину вот но бревно немножко отскочил он так то в принципе все понятно да я думаю вот принципе вот легли они нормально учатся можно смело загрузить сюда заводим машину и отцепляем все что мы здесь с вами нацепляли и наверное наверное я конечно боюсь ошибиться вот но вполне возможно что здесь вроде как все борт проверили проверили кран проверили вот это что нам платформа нужно да по длинный роспуск а еще и кран параллельно ставить обладать обладать так кран можно поставить длинный роспуск то есть можно погрузиться автономные на 6 очков вот давайте проверим до грузится не грузится все грузится 6 очков загружается болен скидываем груз все это замечательно запихивается обратно так где у нас там платформа то мадама так вот мадама пускай сидит мадама так ну и надо все таки проверить все ли мы здесь с вами установили все ли мы здесь с вами проверили ну возможно что еще короткий роспуск есть нет а вот цистерна какая-то о цистерна емкость 2000 литров в этой цистерне ну в принципе да цистерна большая и объем ее вполне оправдан хорошенькая такая цистерночка интересненькая достойное внимание так скажем вот ну и что же у нас тут еще с вами получается осталось так полуприцеп прицеп ну давайте цистерна сниму бен все что ли короче по моему все вроде бы ничего не забыл наверно аддонов очень много и знаете ли пропустить что-либо очень даже легко и просто ну по крайней мере очень хочется верить что я ничего не забыл дабы не объединить автора ну короткого роспуска я во первых не увидел не знаю если он вообще здесь так цистерна мы старались ставили но по-моему все ребят да все но с чем прокатиться я даже не знаю ну давайте возьмем наверно какую поставим платформочку да за 8 очков может возить давайте погрузимся в таком случае мы на 4 вот с такой платформы поедем по этому самому по полигону и проверим еще заодно что у нас здесь за колеса какие у нас колеса давайте загружу наверно сразу четыре очка и смотрим на колесяки ну вот эти колесяки это те самые которые у нас здесь стоит запаска симпотные колеса ранее мне уже давно встречаются эти колеса тоже мне встречались более того они есть на моем урале да и намного на каких машинах они есть внедорожные колеса ну ну как сказать ну принципе симпотно да вот и вот такие колеса ну не знаю ладно давайте поедем на таких вот колесах вот вроде как на 4 очка мы с вами погрузились поэтому наверное нам потребуется ух какая проходимость а эти колеса как раз таки подходит под ух какую проходимость вот так что поехали проедемся 4 5 передача бежит прыгка расход шальной ребята расход бешеный просто а на 6 передачи вообще не вытягивает на гору кто выше не знаю ехать не ехать ну четыре очка погрузки ладно не поедем посмотрите на 5 передачи вроде бы летит прям до шестую втыкаю а летит блин вот просто это пуля какая-то не машина просто пуля расход в симуляторе ребят наверное литров под 60 будет выкозюливаться я так предполагаю 430 литров объем бака вполне возможно что вас даже не спасет вот поэтому наверное ой 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 не вписался были ну колесяки здоровы поэтому не вписался отремонтируемся не люблю битые машины на обзоре ну что вот так вот чисто да вот могу сказать проходимость у него очень хорошая до проходимость очень хорошая есть как говорится чего не взять того не отнять вот расход бешеный просто бешеный расход очень большой расход я не знаю может быть это за счет вот этих колес такой расход вот либо еще по каким-то причинам я не знаю вот мы кстати закопались обалдеть на первой передачи сейчас с вами едем так маневрируем между деревьев сманеврировали но с четырьмя очками погрузки ребят как бы с двумя то он может и на третий по болоту пролетел бы а вот с четырьмя очками погрузки может ему поэтому туговато с восьми очками я так предполагаю вообще пипец как хреново будет ехаться поэтому особо не смотрите то то что вот вроде колеса большие да и вроде едет достаточно быстро но он закапываться начинает я честно говоря боюсь представить какая у него вообще мощь прописана то есть какая мощность двигателя у него прописана может быть на автомате там до в аркаде он поедет достаточно уверенно а вот если играть на руле тот стоит даже но переключиться там 2 3 передачи всего начинает закапываться какие-то бешеные просто обороты вот мне кажется это все таки перекрученная мощность целом конечно грузовик функциональный здесь как говорится без нареканий да по его функциональности вот но на 4 не захотел даже лужу проехать обалдеть а на горку на 3 заедет но на горку на 3 заехал принципе без нареканий так угол наклона в принципе проходит очень уверенно не сползает ну на таких колесах грех сползти вообще куда-либо так тормозим вторая передача ой ребят он по этим грязевым порогом чуть ли не как по асфальту едет ого вот это я дался кормой то нанесение урона водой на уровне лобового стекла где-то где-то так я наверное вот грузовики которые у нас так скажем заявлено возят восемь очков я на полигоне буду на артестировать их на четыре очка потому что но если ну что то как ты носил восемь возит значит должен как-то 4 возить вообще принципе по изи да просто с легкостью давай поехали нет на второй что то мы как-то под застряли ребят на второй под застряли газ отпустил колеса влево вправо я сейчас поворачиваю но в принципе вылезет вылезет должен вылезти успех имеется потихонечку продвигается вперед потихонечку полигонечку и практически мы с вами здесь уже вылезли да он смотрите морда можно сказать появилась уже навод колеса уже проявились у нас успешно да успешно вот антенкам по моему знаете вот анимации не хватает и цвета у антенок зеленый какой-то ну мне кажется тоже как-то не очень красиво вот а так если бы у антенок были бы анимации было бы классно если бы они так подрыгивались маленько жалко что нет анимашки ну и не проблема как бы на ход событий не влияет по большему счету мод будут скачивать те кто любитель возить по 8 очков за раз вот для этих людей конечно мод будет очень успешен ну что ж отправляемся мы наверное с вами в таком случае на автодром проверим машину на способность где-либо вписываться где-либо разворачиваться куда-либо записываться посмотрим насколько он будет этот мод успешен в этом плане так на пилорамке мы с вами скидываем бревна пилорам будем заполнять давайте заполним все мы заполнили пилораму так поехали смотреть подвеску что у нас да как ну в принципе подвеска работает мягенько балансиры не работают ничего страшного как бы с ними ну в целом неплохо ступеньки да ё-моё да чё что это не хочет блин вот вроде бы казалось бы колесяки такие здоровые я думал сейчас залетит просто на эти ступеньки а нихрена вот со второго раза получилось ну нормуль чё по шишигам ну маленечко так ну как по асфальту не проехали нырок в нырок без нареканий но были змейку конечно с такой платформы проходить я не знаю наверно будет крайне некомфортно но тем не менее попробуем о бедный мой руль проехали змейку офигенно честно говоря даже не думал что мы змейку проедем но тем не менее мы это сделали так ладно давайте чуть чуть поближе до вот этого брусочка так скажем ну маленького здесь вылезли правда да мне это не есть хорошо но в целом писались писались целом писались знаете у меня сейчас вот как это 5d кинотеатр да вот я еду на этом кразе здесь а из окна ко мне квартиру залетает запах выхлопа вот прямо прямо выхлоп как от краза честное слово а по но с такой платформы конечно грех не поместиться вот поэтому принципе зато четырех очковая платформа не кухры мухры маленечко задамажились чекайся маленечко той сказал маленечко задамажились и на еще на 200 почти на 250 дамага блин и сколько там здесь 39 было так но в принципе как то вот так да наверное да не мы должны здесь вписаться теоретически даму все можно сказать даже задницы можно к столбам не прижиматься давай 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 на 3 на 3 оба залетели на 3 передачи включаем ручник ручник держит хорошо газ пол ручник отпускаем отлично поднялись просто великолепно пятая передача я честно говоря боюсь даже представить какую скорость он продемонстрирует нам на полосе разгона потому что прыть просто неимоверно смотрите он колеса сейчас исчезут наверно от скорости вращения более на на пятой передаче вот маленечко даже в грязюку и все и трындец мы практически остановились нифига си инерция обалдеть да мы проехали даже локацию заправки ладно снимаем все возможно ставим нашу стандартную резину так все сна вроде бы все снял так закрываем гараж включаем строку состояния а ну да ручник забыл ай сорян так пополняем а то у меня краш тест не будет совсем честный вот на 4 передачи ребят мы вписываемся почти на 36 километров в час мне надо было идти комментатором на формулу 1 вот на 5 ребят у нас уже 48 6 пошла но в принципе у кого нет спинтайр с плюс вы бы здесь уже получали бы давным давно урон разгоняется он вот 59 километров в час я думаю до 60 разгонится это просто не грузовик а пуля какая-то но до 60 не разогнался на 59 с копейками было офигеть очень быстрый автомобиль ну давайте столкнемся 73 10 кто кого но волшебная игра спинтайр с не знаю либо еще кто то здесь виноват короче крас у нас не задамаживался абсолютно такой у нас так скажем монолитный кусок металла который не ломается 73 10 досталось принципе от души но полностью не сломался урон 794 из 1000 ну и на этом ребят я в принципе заканчиваю что могу сказать заключение кразик принципе достаточно достойный для любителей покатать бревна по 8 очков за раз вот но не оригинальная так скажем модель за оригинальными моделями милости прошу к сумраку и собственно говоря эмсерджиту вот но это же модель у нас так скажем более любительская но тем не имеет иметь тем не менее имеет место быть вот так что огромное спасибо за работу над этой моделью ну автору спасибо да естественно вот заключение ну по рекомендациям я не знаю не знаю что я могу порекомендовать ну честно говоря карты я на этой машине на это проходить не буду слишком уж смутил меня расход топлива но крайне много но очень много то есть симуляторе вплоть до но не знаю наверно литров до 60 доходить будет вот я к примеру ездил на своих уралах там меня за 30 до бывает что расход это меня это крайне смущает а здесь у нас ребят за 30 аж на полигоне а в симуляторе этого умноженное на два то есть сами прикиньте представьте сколько он расходует это же понимаю что одеваются аддоны там со всеми там возможными какими-то канистрами да там еще чего-то там еще чего-то но тем не менее тем не менее я считаю расход очень большой очень большой расход дури у этой машины много но дури она по большему счету таком количестве не нужно вот так что на этом всем огромное а кстати вот обращаю ваше внимание по бокам еще точки зацепа спереди одна сзади одна и на углах кабины на этом огромное вам спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте вступать в мою группу в контакте витарган 177 этот мод вы сможете скачать с сайта ст мод также он доступен мастерской спинта и раз у кого лицензия подписывайтесь ссылочка под видео и в моей группе этот мод будет опубликован вместе с этим видео всем спасибо всем пока